Красный пятно с бухты Барасты в центре, а по краям бирюза, синий и прочее. То есть оттолкнемся в свете от его выгодных этих заморочек. Так, теперь берешь цвет тела, розовый, желтый, мокроту желательно с холста собрать, она будет теперь только мешать. И вписать разбеленные головочки, одна головочка, наверное будем делать меньше натуральной величины, значительно, потому что хорошо бы, чтобы они вошли с ручками. Да, сюда, слышу вас. Да, 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 говорите. Сначала сделай головочки, вот примерно по той же схеме, как на этой картине. Ты видишь, одна голова различима, все остальное мало различимо. Сколько мы рук вставим, мы еще посмотрим. Голова нас точно интересует, поэтому маленькая головочка одна, расстояние между ними целая голова, вторая головочка другая, волосы покажем. Намек на шеечку покажем, а сколько дальше вместе, еще неизвестно. Хорошо? То есть, может быть мы сначала сделаем идею платье, платье, и посмотрим, что будет у нас рука. Хорошо? Ну, головочки точно нам нужны. Пусть будут. Маленькие головочки, меньше натуральной величины, значительно. То есть, так, чтобы были примерно сопоставимы вот эти величины. То есть, они до середины категорически не дошли. То есть, маленькие головочки. Разбелы с желтотой. Ну, поеду потом вести сначала. Поставь. Правильно, что умельчало, но немножко переумельчило. Чуть-чуть увеличим, да. Ну, и краски желательно поддавить. Вот эту высоту максимально использовать, высоту головы. Для чего? Потому что у нас очень много внизу, чтобы мы точно вместили максимально крупные лица. Чтобы это был все-таки портретный вариант. Вот это устье... Оно уже устремлено к серединке. Хотя середина еще не касается, но уже устремлено. Идея подбородочка. Губочек. Кончика носика, глазных впадиночек. Идея амбразура к глаз. И, собственно, зрачков. И, конечно, дальше придется уже брать кисть и деликатничать с кистью. Нозрички живут внутри теневого пространства. Уголочки губ активны. Щель между губочками активна, несмотря на то, что там есть зубочки. То есть сначала активную темность, а потом внутри светлость. Краски желательно выдавить, потому что не во что толком ткнуться. Чуть-чуть оформим волосиками. Локонно, не мелкой кистью, а локонами оформим. И начнем вгонять потихоньку желтоватость света штрихом по цилиндру. Краски, ты видишь, я очень немного содержу на холсте. Для того, чтобы моделировать успешнее. Потому что, как только краски становится много, все, мы вязнем в этой каше краски. И если мы хотим дать сходство, то удерживаемся от множества краски. Обратите внимание, что вот сейчас вот эти две отрезанности, вот здесь подрезанность и под носиком, дают тень, но и вытягивают нос на торчачий. Вот именно вот эта подрезка и вот эта при таком освещении. Освещение там более-менее классичное, поэтому вот этот номер сработал. То есть свет вот здесь, и свет вот здесь, и нос торчит. Ну, а тем более, что мы ему еще и блик на самом, бликующую на самом носике создали. Но только мы создали эту бликующую на носике, чуть-чуть его сбиваем в круглость. Рано ему еще прямо так быть подрезанным. То есть он еще хочет быть частью цилиндра. Ну и сам он по себе тоже цилиндр. Уточняем эти вещи, уточняем вот эти вещи. Свет лобику понагнетаем тоже. И все малым количеством краски. И желательно лежачий к холсту кистью, которая хорошо наштриховывает. Ну, похожим образом и здесь. Отлично, отлично. Хорошо. Я хочу научиться, как это делается. Угу. Хорошо, руки мы будем, как это делаем. Ну, как это делается. Хорошо, хорошо. Хорошо, ага. Вот. Ну, поскольку голова, лицо без волос не возможно, то, конечно, подбросим сюда эти настроения. Я просто думала, что это сложно. Портрет, в принципе, то же самое, что это все. Цвет тени, да? Да, 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 в первую очередь цвет тень, потом все остальное. Ну, а цветы тоже. Немножко даже с зеленцой, с легким намеком на зеленцу, такую пшеничность волосиков. Чуть-чуть для живописности звучания. Все-таки музыканты, может. Ну, это же не зеленый, это легкая зеленца, поэтому... Такая охристость, не только зеленца, скорее даже охристость цвета. Единственное, что сразу старайся задавать настроение штриха по вертикали. Ой, по цилиндру, а не по стволу. Сразу несъедобное пятно появилось. А когда оно вот набрано по цилиндрику, оно минимум уже круглится, уже форма. Ну, вот там шеечка внятно отделяет подбородочек. Выгодно это положить. Просто все тоже только усиливаем. Усиливаем светлость, уточняем форму. Надо бояться высадить. Смотри, причем в этой позиции ребра непосредственно площадки носа почти неразличимы. Они почти равны друг другу. Свет на щеке и свет на носике. Когда акрилом пищешь, ты же сам пищешь. Ну да. Я попробую. Единственное, акрилом есть одна проблема. Он не выглядит так убедительно, как масло. Когда речь идет о масле, все сразу встают. Когда речь идет об акриле, все как бы... А-а-а. Имский сразу как... Так скучно. Нет, смотри, что кусать. Смотри, как ружан. Если живо, то что... Но тем не менее, зрителя убедить, что акриловая живопись перед нами и это круто, труднее в 10 раз, чем по отношению к массу. Акварели еще сложнее в этом смысле. А пастель так вообще просто изгой. Художник, который успешен, вернее, хорошо справляется с пастелью, по идее, должен был бы сейчас быть на вес золота, потому что пастели-то нигде нет. Ничего подобного. Пастелист просто никого не интересует. Ну, как уличный художник, который рисует... Прекрасно рисует портреты, но он уличный художник. И к нему соответствующее отношение. Почему-то вот к пастели такое отношение. Конечно, к пастели-то как... Материал такой разуированный. Естественно. Потому что минимум человек должен уметь рисовать. Рисовать как минимум. Глазка же в последнюю очередь, да? Не то чтобы в последнюю очередь, но мы подкрадываемся по форме, в первую очередь. То есть мы создаем внятную форму, а не вцепились в какие-то черцы, которые немедленно... В принципе, наверное, мы не будем прям выписывать. Я бы хочу... Знаете, такое общее... Хорошее дело. Да, общий такой вот. Общий способ. Ну вот те подсказки, которые ты нашла, после того, как мы наберем, 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 мы можем просто взять какой-нибудь крупный фанерный кусок или еще что-нибудь и сбить все. Загнать это в некую муть. То есть все вырисовать, чтобы потом сбить. Это, конечно, решительный поступок. Я бы не сказала. Да, ну хорошо. Дам ему работе, я бы не сказала. Может быть, следующее. Ну, или... Или вот так, пустой кистью чуть-чуть помахать. А надо этому... Это вариант в одну. Позбивать. Да, когда уже все готово, взять и пройтись взбить ее. Да-да, сейчас пока не начнем. Ну, сейчас. Усиливаем эти свет тень. Уточняем, да. Свет тень. И наполняем содержанием черты. Так же, все-таки улыбки, отлично. Так же, все-таки улыбки. Ну, просто все тоже, только мягче. А, только мягче. Да, с ножом объем больше. Ну, конечно. А главное, что честный объем. Потому что можно и так было бы добиться объема, но это был бы объем коры дерева. методом тыка. сходство будет мигать. Ну да. Оно будет то в пользу одного варианта сходства, то в пользу другого, то в пользу не сходства. Боится? И почему портреты иногда писались, ну, вот я помню портрет Сомова, там женщина в заросле на кресле сидит. Он его писал 73 сеанса. Ну, что такое каждый сеанс? Это за три-четыре часа. Да, это круто. Женщина, конечно, от него тогда же было модно именно с натуры писать. Женщина, конечно, с ума сошла от этого портретирования. Причем это какая-то особа и вдруг вот столько просидеть. Вот. А он, когда заканчивал, говорит, не знаю, получилось ли что хорошее. Ну, получился-то получилось. Но он, видно, гонялся за каким-то сходством, за каким-то настроением. А иногда просто щупаешь-щупаешь, не получится ли чего великого. Не потому, что даже ты знаешь, как это великое изобразить, просто для этого нужно время. А просто пишешь-пишешь в надежде на то, что что-то произойдет. зубки там тоже? Ну, конечно. Тем не так даже. Причем зубки не начинай сразу с белого, начинай с такого грязненького, не белого пятна. Потихонечку уходя в светлый. Потом появятся намеки на отдельные зубики. И очень постепенно, не торопясь. И не густи, потому что густота сразу не даст тебе никакого маневра. Глазки-карик. Глазки-карик. Губочкам настроение червячка. То есть вот это настроение червячковости. Чуть-чуть. И старайся, чем дольше ты будешь держать мутноватый характер изображения, тем легче тебе будет приближаться к сходству. То есть только ты жесткость напустила, чуть-чуть ее смягчай. Чуть ее смягчай. Ну и старайся максимально поточнее. Хорошо, спасибо. Поэтому все здесь будет на нюансах. Но чтобы к этим нюансам подкрасться, нужно дать этому высохнуть и по-сухому вот так взяв буквально списывать каждую мелочь, пока не добьемся сходства. Думать, что ты сейчас в два движения добьешься сходства преждевременно. Было бы крупное лицо, было бы легче, было бы легче, было бы как-то особенно освещено, где бы читались внятные собственные проявления. Ну, скажем, здесь разрез глаз очень читабельный. очень читабельный именно разрез глаз. Носик с его хоботочечностью очень читабельный. Губочки никакие. Просто как у Моне, такой импрессионизм губочек. Просто красивые губочки. Ну, действительно, просто красивые губочки. Но читабельно вот разрез глаз, вот это настроение, силуэт. И вместе оно... Ой, кстати, да чего ж красиво набрала. Молодец. Супер. И задник красивый. Прямо ренуар. Ренуар. Да, да, да. Точно, точно. Ренуар, ренуар. Я наборочекала, что-то показали. Ой, там все идеально. Вот, вот, и шапочки сделали, да. Пистаны сделаны. Ага. Ну, сделали, да. Очень хорошие. Молодец. Вот. То есть подкрасться к этому и поэтому я бы что даже посоветовал бы. Я знаю, что ты торопышка и тебе такой совет как бы не в тему настолько, что... Но я бы посоветовал. Сначала докласть все, что можно доложить. Скажем, чернявенькость, глазочек, то есть вот такие вещи, которые ярко различимы, доложить и оставить лица в покое заняться всем этим. А потом по-сухому уже с большими удобствами выписывать подробности. здесь можно нажимать. Ага. Общих чертах. Нет. Они сейчас похожи просто на девочек. у них есть там за что чуть-чуть зацепиться, но только чуть-чуть и вот так на хип-хап в два прыжка мы этого не сделаем. Аминь. 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 Чуть смуглее эта тенечка Чуть головочка смотрит туда Я эту немножко много развернул Но у тебя не хватает Здесь лицо должно быть больше А с этой стороны меньше А с этой стороны меньше Ты рано говоришь вообще это слово получились Они вообще не получились Мы болванки лица набрали для того, чтобы с ними работать Вопрос о том, что они получились Вообще еще не стоит При том, что здесь скорость исполнения гораздо выше Но там и задача понятнее Вопрос о том, что они получились То есть в некотором смысле ты сейчас должна унять свое торопливость? Ну да, здесь это круглое. Все-таки. Это не импульсение. Это комфортно. А собратно. Не следит доску. Неудачно. Нет, двигаться можно с нормальной скоростью, но понимать, что есть вещи, которые мы сейчас в полной мере сделать не можем, никаких шансов. Наполнять и дальше содержанием. И все, что удается заметить в характере, замечать и набирать. И набирать. Мы приспособленные, да? Удачи. Мы с ними поднимем. Мы с ними даем. «Ясная сочетание» Мы для всех нас. Мы для того, что их запрещение, Мы конечно же хотим дать сделать тем, что их пришли в порядке. И цена цена. Мы все лепим. Маски. Мы очень iit. Я максимально попытался прочитать, скажем, вот эту линию лица. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так шаг за шагом То есть дополнить все, что можно дополнить в этом сеансе, когда краска сопротивляется уточнением, а тем более таким мелким... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чуть более внятная ноздричка, хотя бы в теневой вот здесь прямо... Я как раз только что в интернете фотографию увидел. Думаю, надо же, мы ей сейчас пишем. А, вот подпредел. Еще пока не будем. Другой раз. Почетчик Володич. Вот тут слева-то хороший. Вот просто мы не боятся. Я смотрю, я вообще, молодежь. Начинает все. Услабиться. Нет, то, что у тебя вот эта вот хулиганская манера, все это прекрасно. Ну, вот так хочу. Ага. Ну и хорошо, я не могу тебе делать. Ну, просто брать задачи, которые можно исполнить. Ну, как бы мы сзади смеются. Ну, хватит. Ну, это мацпорт. Он садится. Это пейзаж. Смотри, торчит подбородочек, что сразу делает головочку в пространстве. Чуть-чуть вот этот светечек. Еще выражу. Вот эти площадочки наносите. Такая как бы засвеченность света на носике. Причем все вот это вот место засвеченное. Смотри, есть вот такая жизнерадостность улыбки, да? Да, да, да. Что она аж сияет. Сияет. Счастливо. От этой засвеченности. От этой засвеченности. То есть, ну, я просто увидел там причины быстрого письма. Редактор суббитров. Вот этот рефлексик всегда дает эффект объема. Тоже засвеченность, и она еще больше сильнее. Светлолобинькость всегда дает эффект и хорошести ума, такой умытыш. То есть смуглолобый человек невыгодно смотрится. Продолжение следует... Пакли, Рвакли, Дракли. Цельнее. Цельнее локоны. Не палки, а локоны. Собранные между собой в целое. Причем делаем это довольно крупной кистью, а не мелкой. Смотри, у меня нет ни одной палки. Смотри, прямо расставленные у тебя произошли палочки. Ракет. 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 Продолжение следует...